Обзор по паре евро-доллар, часовой график. Трешняя торговая сеть закрылась примерно на уровне цен открытия. В течение самой торговой сети котировки в основном находились вблизи сопротивления 1.0643 и лишь после публикации данных, касающихся продаж на вторичном рынке жилья, произошло существенное укрепление американского доллара, которое было компенсировано в течение оставшейся части торговой сети. В целом же за последние три торговой сети можно наблюдать, что котировки находятся в боковом движении между этими двумя уровнями сопротивления и поддержки. В целом же, как можно заметить, на четырехчасовом и на дневном графике котировки остаются под давлением, существенным под давлением продавцов. В ближайшей перспективе я ожидаю, что текущее давление продавцов продолжится. И, соответственно, мы увидим снижение котировок уже в течение ближайшей торговой сессии. Сегодня на рынок европейской валюты повлияет индекс деловой активности в производственном секторе Германии, который будет опубликован в 10 часов 30 минут. Ожидаемое значение оставляет 54,8% муста, что немного меньше прошлых данных. В то же время в 15.30 будут опубликованы данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования. Прогнозируемый рост данного показателя составляет плюс 0,2%, при прошлых данных плюс 0,1%. В 17 часов будут уже опубликованы данные по продаже нового жилья в США за прошлый месяц. Стоит отметить, что прогнозируемое значение в данном случае соответствует прошлым данным в 593 тысячи. И уже в 21 час будет опубликован протокол последнего заседания комитета по открытым рынкам США ФОМС, который в данном случае будет наибольше ожидать с участниками рынка. И в соответствии уже с опубликованными данными произойдет влияние на американскую валюту и, как следствие, на данную валютную пару также. Учитывая прошлую риторику Джанет Хеллен, за большей долей вероятности детали в данном отчете будут свидетельствовать за повышение процентной ставки уже в декабре, что, соответственно, приведет к укреплению американского доллара и, как в итоге, снижению котировок по данной валютной паре. Продолжение следует...